С вами Дерек Я Хилари Уокер и сегодня мы хотим поделиться с вами еще некоторыми принципами молитвы, которые изменят вашу молитвенную жизнь и помогут вам жить во дворах Божьих. Наша молитвенная жизнь — это ее основание. Для каждого здания очень важны его основания или фундамент. Если фундамент будет слабым, то и здание будет слабым. Если основание нашей молитвенной жизни слабое, то нам не достичь полноты своего потенциала. Дерек, я хочу спросить тебя, как ты считаешь, насколько важна наша молитвенная жизнь? Она крайне важна. Я считаю, что без молитвы мы будем постоянно двигаться по плоти. Да, ты прав. Мы будем полагаться на свои силы, свою мудрость, а через молитву мы получаем доступ к Божьей жизни, Божьей силе и мудрости. А если мы считаем, что можем сделать все сами, то нам не нужно молиться. В таком случае мы будем действовать по плоти. Через хвалу и молитву мы приходим во дворы Божьи и обретаем связь с Его силой. Мы настраиваемся, если так можно сказать, на Бога. Ведь если мы не настроимся, то не получим ничего. Только тогда мы можем понять волю Божью на нашу жизнь. Если мы живем в Гордыне, то думаем, что нам не нужно молиться. Но если мы посмотрим с Божьей точки зрения, то поймем, насколько важна для каждого из нас молитва. Знаешь, иногда мы думаем, я слишком занята, чтобы молиться. Но одна мудрая женщина сказала мне, если ты слишком занята для получасовой молитвы, тебе нужно молиться вдвое больше. И это правда? Да, это ложная экономия времени. Ведь когда мы отдаем свою жизнь в молитве, все получается намного лучше, чем до этого. Наш мозг функционирует лучше, и обстоятельства складываются в нашу пользу. Мы должны сначала вымолиться, и тогда сможем так жить. Вместо того, чтобы молиться, когда мы оказываемся в проблеме, нам стоит молиться заранее. Тогда мы будем ходить аккуратней и будем избегать ловушек сатаны. В этом мне помогает молитва на иных языках. Часто утром мой разум занят завтраком, но я благодарю Бога за Дух Божий и за молитву на иных языках. Как ты уже говорил, все просто становится на свои места. Все обретает истинный смысл. Дух Святой знает, что ждет нас. Так и есть, да. Мы должны позволить Ему помолиться за все эти вещи, и тогда мы будем абсолютно готовы. Все верно. Я считаю, что именно так и поступал Иисус. Он жил от одной молитвы до другой и делал что-то по пути, между молитвами. Вся Его жизнь и служение строились на времени в молитве. То, о чем Он молился в тайной комнате, Он являл в жизни. Вот откуда Он брал силы. Иисус сказал, «Я делаю то, что делает Отец, и говорю то, что говорит Отец». Все благодаря времени в молитве. Иисус молился обо всем заранее. Да. Это все равно, что дышать. Согласна? Да. Когда мы вдыхаем, то воздух проникает в нас, а после этого мы выдыхаем его. И когда мы молимся, Дух Божий, Его сила, мудрость, способности приходят к нам с небес. Мы переживаем все это в своей жизни и являем Дух Божий. Мы живые, мобильные храмы Духа Святого. Как ты думаешь, я права? Воздух вокруг нас – это благодать Божия. Мы вдыхаем Дух Божий, благодать Божию. И во время молитвы мы принимаем эту силу. Также во время молитвы мы высвобождаем силу Божию, благодать Божию. Но если мы не будем дышать или будем дышать плохо, неглубоко, то это будет влиять на всю нашу жизнь. Если бы мы дышали только в экстренных случаях, у нас не было бы никаких сил. Ничего бы не работало, как должно. И то же самое касается и молитвы. Если мы не молимся регулярно, то наша жизнь не напитывается кислородом Духа Святого. И у нас нет этой жизни и энергии. Это то же самое, что и дышать. Повторюсь, это крайне важно. Я помню, как ты говорил, что человек молитвы – это сильный человек. А человек без молитвы – бессильный человек. Я считаю, что мы часто недооцениваем силу молитвы. А ведь она цена. Да, ты права. Нам нужно Слово Божие, нужно познание Слова Божьего. Но нам также нужно проводить время в молитве, когда мы знакомимся с Богом и принимаем жизнь и силу Божию. Эти вещи должны быть в балансе. Это как пища и воздух. Мы должны знать, как молиться. Но, слава Богу, что у нас есть чудесные Учителя. Иисус наш Учитель. Дух Святой наш Учитель. Мы говорили о том, что Он ведет нас в молитве. Сам Иисус дал нам фундаментальное учение о молитве – молитву Отче наш, как вы поняли. Давайте мы прочитаем ее. Попрошу тебя, пожалуйста, прочти ее. С радостью. Это Евангелие от Матфея, 6 глава, 9 стих. Итак, Иисус говорит. Молитесь же так, по этому шаблону. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши. Я предпочитаю говорить «прегрешения», как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Замечательный отрывок. Аминь. Это фундаментальное учение о молитве. Мы уже сняли несколько выпусков о молитве, но только прошли первую часть молитвы. Это фундамент всего учения Иисуса о молитве, а также всего новозаветного учения о молитве. Вот почему мы уделили ему так много времени. Это шаблон для молитвы. Есть определенные вещи, которые мы должны сделать. В молитве есть протокол. Мы начинаем с «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». Мы говорили об этом несколько недель. Это то, с чего мы начинаем. Мы не начинаем с наших проблем или тревог. Мы не начинаем с наших нужд. Мы даже не начинаем с наших грехов. Это может удивить людей. Мы начинаем с того, что фокусируемся на Господе. Мы начинаем с хвалы и благодарения. Вот с чего нужно начинать. Мы входим в Его дворы с благодарением сердцем. Мы входим в Его дворы с хвалою. Пока мы не оказываемся во дворах Божьих, мы просто общаемся с собой. Есть хорошая причина, почему мы начинаем с хвалы. Хвала приносит честь Богу. Мы должны поставить Бога на первое место. Мы должны почтить Бога. Не имеет значения, в какой ситуации мы находимся. Если посмотреть на библейские молитвы, то все они начинались с почтения к Богу, с хвалы Богу, с провозглашения величия Божьего. Это первое. Кроме того, не стоит забывать о благодарении. Мы должны оказаться в благодати Божией, во дворах Божиих. Мы напоминаем себя о всем том, что сделал Бог, о том, кем мы являемся в Нем и кто мы для Него. Это позволяет нам возвыситься в присутствии Божьем, когда мы оказываемся под благодатью Божией. Часто мы стараемся делать все своими силами. Мы используем этот принцип в молитве, и нам трудно. Фактически мы молимся как язычники, но на самом деле мы должны оказаться под благодатью Божией. И это происходит через благодарение. И тогда все остальные моменты работают как надо. Но если мы упускаем первый этап, то продолжение молитвы не будет таким, как надо. Мы не следуем Божественному протоколу и молимся как язычники, надеясь, что Бог услышит нас в многословии. Но мы должны молиться из правильного положения нашего сердца, прежде всего. Неправильное положение — это когда мы основываемся на своих силах и на своих делах. На своих делах, своих достижениях и даже своих чувствах. Согласна? Да, да. Мы можем быть на подъеме или подавлены, но мы должны молиться из тайного места Всевышнего. Это место благодати Божией. Это место находится в тени крыльев Его благодати. И когда мы оказываемся там, то можем молиться за нашу ситуацию. Мне понравилось, как ты сказал «в тени крыльев Его благодати». Я вставала рано, брала чашку чая, но со временем, через несколько лет, я поняла, что это было общение с моими чувствами. Я чувствовала себя хуже, намного хуже после этого. Я думала, я встала рано, провела время во дворах Божьих. Не думаю, что Он согласится со мной. Но тем не менее, я начинала с того, что вспоминала все мои грехи. Я исповедовалась во всех своих грехах, прежде чем могла поднять голову. Но мне понравилось, как ты сказал, про крылья Его благодати. Это действительно невероятное место и невероятное ощущение, когда мы находимся под покровом Божьим. В тени Шаддая, всемогущего, которого больше, чем достаточно. Он обеспечил нас всем. Мы должны в первую очередь оказаться в Его тени. И оказавшись там, наверху, вместо того, чтобы молиться снизу, отчаянно пытаясь при этом... Всегда было такое чувство, что я здесь, а Бог там. Мы пытаемся убедить Бога сделать что-то. Мы входим по благодати в это место, которое выше всего. Мы видим все с Божьей точки зрения. И тогда мы можем молиться об этом с властью. Это совсем другая молитва. Вот почему мы начинаем со слов «Отче наш, сущий на небесах». Очень просто. Но что происходит? Мы отводим взгляд от самих себя. Да. Когда мы фокусируемся на себе, это нас разрушает. Ты начинаешь чувствовать себя, словно тебя выжили. Ты говорил о том, чтобы мы были благодарны Богу за все, что Он сделал. Ты также говорил, чтобы мы пребывали в тени крыльев Его благодати. Так мы приносим Ему честь. Это наша вера в силу крови Иисуса, которая очистила нас. Мы верим в наши отношения с Богом. Он наш Отец. Он мой Отец. Иными словами, Он не просто Бог. Я Его дитя. Я в завете с Ним через кровь Иисуса. Я принадлежу Ему. Я под Его любовью и благодатью. Он мой Отец. Я Его возлюбленное дитя. Мы начинаем с того, что вспоминаем, кто мы. Мы не изоичники, у которых нет отношений с Богом. Он наш Отец. И поэтому мои молитвы основываются на Его отцовстве, на Его любви ко мне. Не на моих достижениях, а на том, что Он мой Отец. Отец. Это напоминает мне о детстве. У моего отца был магазин и офис. И те сотрудники, у которых не было близких с ним отношений, должны были стучать в двери и ждать. А я помню, что когда я возвращалась из школы, то просто открывала двери и запрыгивала к нему на руки, обнимала его и говорила, «Папа, я так рада тебя видеть». Я никогда не думала, «А вела ли я себя плохо? Могу ли я зайти?» Я считаю, что мы не обязаны вести себя так с Богом. Да, ведь даже если ты согрешила, Он все равно твой Отец, и все равно любит тебя. И ты все равно можешь прийти к Нему. Все начинается с того, что мы отводим взгляд от себя и фокусируемся на Боге, на Его любви, Его благодати. И мы делаем это через хвалу, возвеличивая Бога. «Досветится имя Твое». Что мы делаем? Мы хвалим Бога, возвеличиваем Бога, а также Его благодать к нам. Это и есть благодарение. Спасибо, Господь. Ты мой целитель, моя сила. Ты сделал все это для меня. Именно это и приводит нас во дворы Божии. Безусловно, наш дух постоянно находится во дворах Божиих. Мы понимаем это, если мы рождены свыше. Но мы не должны забывать о нашей душе, нашем разуме, воле и эмоциях. Они также должны входить во дворы Божии. Жизнь Духа должна течь через нашу душу. Если наша душа зациклена на земном, то жизнь Духа не может течь. В молитве мы приходим во дворы Божии через хвалу и благодарение. Мы приносим наш разум, нашу волю и эмоции во дворы Божии. Сколько мы должны светить Его имя, сколько мы должны прославлять Бога? Я бы сказал, что это может длиться как пять минут, так и тридцать. Столько, сколько нужно. Да? Пока Он не становится больше наших проблем. Пока мы не начинаем осознавать больше Его благодать и силу, чем свои трудности и проблемы. Мы должны сфокусироваться на Боге. А если мы будем пытаться молиться о другом, например, о ситуации, то она будет казаться вам в разуме, больше Бога. И когда мы начинаем молиться так, то у нас возникает еще больше тревог и страха. Это нельзя назвать правильной молитвой. Да, ты прав. Вам нужно уделить этому достаточно времени, чтобы Бог был больше всего остального. И тогда вы готовы молиться другими видами молитв. Бог должен быть большим. Когда вы видите Бога, то проблемы, которые кажутся большими, открываются с Его точки зрения. Да, они будут становиться все меньше и меньше. Это напоминает мне полет на самолете. Когда ты взлетаешь, поднимаешься сквозь облака, то видишь удивительную картину. Солнце, синее небо. А когда ты смотришь вниз, то те вещи, которые казались огромными, вроде аэропорта, становятся вот такими малюсенькими. И то же самое происходит в молитве. Когда мы возвеличиваем Бога, Он становится больше. Наш разум обращается к небу, и мы начинаем видеть, насколько велик наш Господь, насколько Он всемогущ. Иногда мы даже не понимаем ситуацию. Из-за облаков солнце светит на нас. Сила Божия осеняет нас повсюду. Да, безусловно. Когда мы поднимаемся достаточно высоко, то оказываемся в лучах солнца. Поэтому хвала — это подъем во дворы Божии. И тогда наши проблемы уже не кажутся нам такими большими, как раньше. Но как нам возвеличивать Господа? 33-й Псалом дает ответ. Я очень его люблю. Я могу его прочесть? Да, конечно. Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Мы должны использовать наши уста. Я помню, как один служитель сказал нам всем посчитать про себя от одного до десяти. Мы начали считать, а затем он сказал, а теперь скажите свое имя. После этого он спросил, на чем вы остановились считать? И я поняла, что произнесенные слова перебили то, что было у меня в голове. Это показывает мне, что если я буду прославлять Бога, то это поможет мне освободиться из ловушки чувств, тревог и разных переживаний. Это истина. Вот почему сердце идет вслед за устами. Да, это так. И если тебе трудно преодолеть негативные мысли, нужно использовать свой рот и прославлять Бога. Безусловно. Третий стих 33-го псалма. Прочитай еще раз. Второй. Да, прости. Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя. Услышат кротки и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. А в пятом стихе мы читаем, «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались». Это работает. Когда мы смотрим на Него, мы обретаем связь с Его обеспечением. Сказано, что Бог избавил его от всех страхов. Иными словами, он мог оставаться в страхе, но благословляя Бога, возвеличивая Бога, страх начал исчезать, потому что он начал видеть, что Бог был с ним. Иногда мы должны принести эту жертву хвалы, даже если нам не хочется. И вскоре наше сердце изменится. Оказывается, раньше моя хвала не была настоящей. Словно ты лицемерила. Но мы не идем на поводу чувств. Мы должны использовать нашу волю. А наша воля реализуется через наш язык. Тогда мы приводим наши эмоции в порядок. Мне кажется, что иногда наши эмоции похожи на диких лошадей. Их нужно обуздать. Мы не можем позволить им управлять нами. Мы обуздываем их нашими словами. И благословляя Господа, всегда мы приводим нашу душу в соответствии с Божьей волей. Интересно, что там сказано, чтобы мы возвеличивали Господа. Вот что мы делаем во время хвалы и поклонения. Мы возвеличиваем Господа. А как мы это делаем? Мы возносим его имя вместе. Вот где все связывается с молитвой «Отче наш». Досветится имя Твое. Потому что в этом суть хвалы. Мы провозглашаем имя, превосходную природу Господа. «Господи, Ты всемогущий, сильный, святой, любящий». Это и есть хвала. Мы провозглашаем имя Его. Так мы возвеличиваем Господа. Хвала возносит Божие величие. Она подготавливает нас к Божьему величию. Наше представление о Боге минимально. Мы должны возвеличивать Господа и подстраиваться под Божье величие. Мы прославляем Бога, пока у нас не возникает правильного понимания того, насколько велик Бог. Хвала связывает нас с Божьим величием. А благодарение — это нечто личное. Оно напоминает нам о том, кем Бог является для нас. Когда мы хвалим Бога, то говорим «Боже, Ты велик, Ты чудесен, Ты силен, Ты всемогущий». А в благодарении мы говорим «Боже, Ты моя сила, Ты мой целитель, и Ты моя жизнь». Мы провозглашаем Божью благодать и то, кем Он является для нас. Мы ценим это. Если хвала связывает нас с Божьим величием, то благодарение связывает нас с Божьей благостью. Бог — благодать, который не удерживает от нас ничего хорошего. Мне нравится, что сказано в послании к римлянам 8 главе 31 стихе. Что же сказать на этом? Итак, мы столкнулись с какими-то жизненными обстоятельствами. Мы не должны быть с пассивными ковриками в этом. Мы должны обращаться к этим вещам. Что мы должны сказать? Если Бог за нас, кто против нас? Иными словами, мы провозглашаем, что Бог с нами, но мы должны в первую очередь осознать это. Кто этот Бог? Далее говорится. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Итак, Бог дает нам щедро, а благодарение напоминает нам об этом. Бог на нашей стороне. Он будет бороться за нас. Мы не должны бояться этих вещей. Благодарение — это ключ. В следующий раз мы будем говорить о третьем ключе. Хвала — это Божье величие, благодарение — Его благость. Но есть и третья часть молитвы — поклонение или молитва посвящения. Она связывает нас с Божьей властью, Божьим царством, а также Божьим правлением. Мы должны находиться под Его властью. Мы входим в Его дворы через хвалу и благодарение. А следующий шаг — подчинить Ему нашу волю, прийти в Божье царство, под Его власть, Его волю. Это молитва посвящения и поклонения. Это когда мы молимся. «Да придет царство Твое, да будет воля Твоя в моей жизни». Это следующая молитва, которую мы хотим рассмотреть. Когда мы приходим к Богу, то не говорим «Привет, Бог! Как дела?» Словно он какой-то обыкновенный человек. Нет. Есть протокол. Мы входим в Его врата с благодарением и в Его дворы с хвалою. Но когда мы оказываемся в присутствии царя, что нам делать? Мы преклоняемся, мы поклоняемся, мы смиряемся, потому что мы приходим к престолу благодати. Но это все равно престол, а он не просто царь, а царь царей, который сидит на престоле. Поэтому давай закончим этот выпуск тем, что отдадим этот день Господу, посвятим Его Богу, войдем в Его дворы и помолимся так, как мы и говорили. «Отец наш, живой и существующий на небесах, ты чудесный, Отец. Мы приходим под тень твоих крыльев, мы благодарим тебя за то, что ты – наша жизнь, наш целитель, наш спаситель и наш пастырь. Ты будешь вести нас шаг за шагом. Ты наш обеспечитель, ты обеспечишь нас во всем, в чем мы нуждаемся. И когда мы приходим в твои дворы, мы преклоняемся перед тобою и говорим, «Да придет царство Твое, да будет воля Твоя в моей жизни, Господи! Пусть исполняется Твоя воля во всех вызовах, пусть исполняется Твоя воля во всех моих решениях, да придет царство Твое, Господи! Сегодня я сделаю то, что Ты хочешь от меня, скажу, что Ты хочешь, я последую Твоим путем, Яхве! Я благодарю Тебя за то, что сегодня Ты со мною, да будет воля Твоя, да придет царствие Твое, Твоя воля состоит в том, чтобы благословить меня, наполнить Твоим Духом, исцелить меня, и я провозглашаю, да будет воля Твоя в моей жизни, Господи! Ведь Ты хочешь, чтобы я ходил в любви, я подчиняюсь Тебе, да будет воля Твоя, да придет царство Твое, и я благодарю Тебя, Господь! Я хочу рассказать вам о моей новой книге «Ключи времени». Я писал эту книгу последние 30 лет. Это большая книга на 320 страниц. В ней описывается слава Божия в библейской хронологии, а также то, как Библия представляет время исполнения всех событий. Эта книга поможет вам разобраться в этой теме. Она откроет вам глаза на то, о чем мы читаем в Библии, и на то, что происходит сейчас. Возвращение Господа близко. Кроме того, у нас много циклов на дисках, каждый из них как курс в библейской школе. Это цикл о числах в Писании, значении разных чисел в Библии, и мы предлагаем все наши циклы на дисках по особой цене 15 фунтов. За это вы получите 8 дисков. Вы можете заказать любой наш цикл за 15 фунтов. Просто присылайте чек по адресу, который вы видите на экране. Или, если вам проще заказать это по телефону, то звоните по номеру, который видите на экране. Вы можете сделать заказ по телефону. Субтитры создавал DimaTorzok